Привет! Сегодня мы заоценим игру под названием Steamcraft. Это многопользовательский шутер в стиле стимпанк. О да, шикарно, вот так тренировка. Захватить вражескую базу. Находится она вон за тем холмом. Пушки у нас никакие, так что давай, удачи в захвате. Да, здесь так же, как и во множестве других игр, можно создавать уникальную боевую машину. Кстати, здесь вроде и наземные воздушные сражения есть, но это не точно. И она пока в закрытом доступе, поэтому помимо меня на серваках один человек только. Да ну зачем добивать, как последняя крыса вот лежачего? Серьезно, давай я тебе переверну. Ну давай. А как он вообще ездил, у него одно колесо? Чёрт, там ещё двое. Постарайся усынить. Можно я теперь буду удирать? Тут никакой перезарядки нет, просто стреляешь и стреляешь. А, можно кнопку вообще держать. Я её зачем-то отпускал. Супер, можно продолжать. Напоминаю, ты должен встать на металлическую поверхность, чтобы база начала захватываться. Она считается захваченной, когда трубки будут заполнены красной жидкостью. А почему красный, а не зелёный? Чёрт, уноси ноги, тебе с ним не справиться. Да ладно, не паникуй, я буду прятаться. Или я не буду, куда? А тут не заполняется вроде. Кажется, машина сильно повреждена. Быстрее, активируй паука. Очень странно. Победа прям. Победа. Новые блоки. Ого, смотри, сколько мы заработали. На высоких классах заработок всегда больше, чем на низких. Но так рисковать больше не будем. Если стукнулся головой и случайно забыл, кто я такая, напомню. Меня зовут София. Я твой помощник-консультант в мире Стимкрафт. Это твой ангар. Здесь ты будешь проводить много времени, постепенно улучшая и модернизируя свои боевые машины. На нижней панели находится список всех твоих машин. Переключаться между ними можно просто щелкая по их иконкам. Слева находится меню функциональных окон. В цеху ты можешь строить собственные машины. Также там продаются и исследуются блоки. Модификация позволит очень быстро обновить все основные блоки до необходимого класса. А здесь ты можешь купить готовую машину у других игроков. Хорошо. Нажми на эту маленькую стрелочку, чтобы увидеть все. Отлично. Здесь ты можешь выбрать нужные режимы. Просто отметим. Хорошо. Давай вернемся. Вот вроде бы и все. Если что-то будет непонятно, ты всегда меня можешь найти, щелкнув по... Хорошо. Можно тогда заценить все, что здесь есть. Цех. Хотя нет. Блин, отстань. Я не хочу. Как выйти? О боже. Нет. А где здесь кнопка закрыть? То есть просто сохранить есть? Нет. Ясно. Модификация. А, то есть здесь надо блоки прокачивать. То есть тут никаких веток. Ну ладно. Просто я вообще без понятия. Я обычно в подобные игры не играю. Можно вот эту выкатить. Малышку. В бой. Я надеюсь, здесь есть боты. Потому что игра просто иначе не найдется. Если они отсутствуют. Ладно, будем ждать. Все, я могу ехать. Это все настоящие люди. А если да, то прикольно. Почему я так медленно еду? Потому что до этого было написано, что помимо меня там только один человек. На сервере. Очень долго едем. Карта я уже вижу однообразная. Я не знаю, зачем сейчас такие игры делают. Потому что вряд ли она сможет конкурировать с соперниками. Они ведь превосходят эту игру во всем. Тот же кроссаут. Его ведь постоянно рекламируют. Я в него не играл, но по рекламе уже можно сказать, что он намного лучше. У меня, я так понимаю, оружие ближнего боя. Меня сейчас такими темпами убьют. Я уже ехать не могу. Как повернуть-то? Где враги? Я готов взрывать. Что здесь вообще делать-то надо? Счет команды. Просто 25 раз уничтожить. Ладно. Только я забыл, на какую кнопку взрываться. А я могу прыгать? Да, только это очень долго. Убил я его. Мне не нравится этот транспорт. Он отстойный. Что это такое? Что происходит? Ни фига себе он подскакивает. Серьезно? Прыгает вообще так жестко. А ползет кое-как. Тут базу, наверное, захватить можно, нет? Меня же только что обучали этому. Я про. Или она здесь стоит для прикола. Наверное, да. Ладно. Неважно. Вот тебе разряд. Ясно, ясно. Могли бы карты сделать получше. Ну, потому что эта карта какая-то такая себе. Невпечатляющая. Она мне уже наскучила, хотя я на ней сколько играю? Минуты четыре. Давай, гаси, гаси. А когда я самоуничтожаюсь, это засчитывается врагам за убийство? Или нет? И почему я не могу подчиниться? Как же медленно я ползу. Просто жесть. Я могу здесь подлететь. Фраг. Ну, вот это я вряд ли перепрыгну. На таран. Просто затаранил. Где враг? Ну, такая игра. Вот если бы она была на смартфоне. Да боже, я застрял. Серьезно, он просто вот здесь застрял. И не мог заехать. Это глупо. Как минимум. Я не могу ускориться, например. Мне не нравится эта скорость. Это, наверное, боты, да? Все вот эти люди. Потому что не могут же они так отвратительно играть. Но хорошо, что здесь есть боты. Иначе пришлось бы просто бесконечно искать игру. Мне сейчас это объезжать еще полдня. Это совсем не круто. Блин, жаль, я летать не могу. Вот подпрыгнул так и полетел. В чем проблема? Что он делает? В кого он стреляет? Нет, ну... Что такое? Что с тобой не так? Пока доехал, его уже уничтожили. Время выйдет быстрее, чем... Мы убьем 25 врагов. А мы лидируем. Зачем он просто так стреляет? Я не пойму. Если это бот. Если это человек, то понятно. Туда, наверное, не стоит ехать, да? Блин, развернись. Так сложно следовать моим указаниям. Ну, неплохо. Взорвал. Он просто снес мне часть кубов. А мне сразу же советуют... В паука превращаться. Это ведь не конец. У меня еще 48%. Тут все, похоже, застревают. Отличное место. Зачем такое вообще делать? Блин, ну и где враги? Где они? Где? Что здесь делать? Нечего. Они все дохлые. Они же уже должны были заспавниться. А ну иди сюда. Опа. Хоть в стены пострелял. Помог. Тут какие-то надписи глупые. Помог. Фраг. Лучше бы вообще ничего не писали. Фраг. Сложно написать убийство там. Убил. Или просто их считать. Сколько подряд я убил людей без смертей. А у меня пушки сломаны. Ладно. План Б. Фраг. Серьезно. Сюда бы ускорить или какие-нибудь еще. Сколько можно ползти? Большую часть времени я просто полз. Да, блин. Серьезно? Серьезно? Где ты застреваешь, скажи? Что с тобой не так, инвалид? Это очень странно. Игра и выглядит сыро. И является такой. Потому что я застреваю на ровном месте. Новый уровень. Мне сразу четыре уровня дали. А у меня нет летающих машин. Ладно, модификация. Как это работает вообще? Это очень странно. Короче, я без понятия, как это все работает. Опа! Оп! Все отлично. Сохранить, да? И в бой. Посмотрим, как играется. На этой чудо-машине. Все-таки здесь кто-то есть. Человека три, да? Четыре. То есть, ему все равно. Меня не перетягивает на левую сторону. У меня все такой же. Идеальный баланс. А ломать я могу деревья? Да. Ну, и таранить могу. Опа! Что здесь делать-то надо? Может, базу как раз захватывать? Стоп, я не пойму. У меня одновременно все пушки пальнули. Что-то мне это не нравится. Предыдущие были куда лучше. Машины? Или как это называется? Подобие машин. Ну... Взорвал. Правда, у меня колес передних нет. Но все равно. Да блин, это глупо. У меня ведь было... Еще много здоровья. И я вынужден был превратиться в этого паука. Привет. Они еще и воду добавили. Я так полагаю, что машины там не тонут. В смысле? То есть, если сдох в этом режиме, то все? Это один раз я не думал, что все именно так. Тогда существование паука в этом режиме втройне тупо. Как и отсутствие ремонта. Ладно. Да. Вообще, вот такая вот игра. Думаю, что можно с ней закончить. В нее я больше играть не буду. Даже если бы меня потянуло на такие игры, я бы в эту игру стал играть в последнюю очередь. Она скорее отталкивает. Чем привлекает. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok